К другим темам. Быть или не быть Ставропольскому троллейбусу? Нужно ли поддерживать на плаву убыточное, но социально важное предприятие? И сколько стоит ремонт Рогатова? Об этом говорили сегодня на расширенном заседании Думского комитета по промышленности, энергетике и ЖКХ. С подробностями главный поклонник троллейбусов на своем ТВ Алексей Форсиков. Стойбище Ставропольских Рогатых уже много лет переживает не лучшие времена. От былого парка осталась треть. Инфраструктура изношена. Денег на новую технику нет совсем. Запятую во фразе «закрыть нельзя финансировать» искали краевые депутаты. Во времена СССР на Ставропольскую линию выходило до 150 троллейбусов. А сейчас на одного Рогатого приходится до 30 маршруток. И выручка у парка совсем небольшая. Всего около 200 тысяч рублей в день. Новых машин в парке нет. 52 из них скоро потребуют капремонта. Через год мы должны проводить им капитальный ремонт. Эти количество таких троллейбусов 54, которые мы считаем новыми троллейбусами. Есть у нас, которые эксплуатируются и более 15 лет, а учебные так и более 20 лет. Стоимость ремонта одного троллейбуса от 4 до 6 миллионов рублей. При цене нового от 7 до 12. Рубеж продления ресурса техники 2020 год. Вот и думают депутаты, что же делать дальше. Можно пойти, например, не на самые популярные меры. «Региональная поддержка выправит ситуацию. Мы же не будем ходить деньги просить в Москве. Есть хороший закон у нас о статусе Краевого центра. То есть мы выделяем деньги из бюджета Края, в том числе забираем у Андрющенко, у его избирателей, у вас, к Краевому центру. В том году это было больше 600 миллионов рублей. Ну поэтому, может быть, стоит поработать над этим». Такая поддержка убыточного предприятия пока еще под вопросом. В то же время город сам принимает меры по удержанию парка на плаву. Есть планы по расширению контактной сети в новые районы. Цена вопроса – до 60 миллионов рублей. Во всех троллейбусах будут установлены и правильно настроенные терминалы для бесконтактной оплаты. Их возможности расширят. Можно будет платить не только за себя. Еще один вопрос, который обсудили на комитете – бензиновый общественный транспорт. Его качество и количество. Сейчас в Краевом центре 77 маршрутов, на которые выходят пазики и газели разной степени убитости. Отсюда и жалобы граждан на сервис, хамство водителей, гонки по городу и курение в салоне. И с этим тоже борются. Например, при проведении нового конкурса для перевозчиков им нельзя будет использовать машины старше трех лет. Неважно, наши или иномарки. Будет пересмотрена и оптимизирована маршрутная сеть. Парламентарии подключатся к этой работе, войдя в состав рабочей группы при администрации города.